Сегодня у нас в гостях Любовь Зайцева, художественный руководитель молодежного театра студии Доминанта, и Армен Гарслен, депутат Законодательного собрания Пермского края, член Общественного комитета попечителей города Перми. Оба имеют непосредственное отношение к фестивальным проектам, прошедшим и будущим. Узнаем любопытные подробности. Девушки отдыхают. В геологическом памятнике «Каменный город» это настоящий Верона с маленькими улочками. И те, кто побывали в этом уникальном самом деле месте, никто не сомневается, и сейчас называют это Вероной благодаря спектаклю. И спектакль родился каким-то таким очень простым и естественным способом. То есть там на каждой площадке родилась своя сценическая история. Ну, естественно, мы немножко там подвигали Шекспира. Но в целом зрителей воспринимали очень хорошо. Нас посмотрело полторы тысячи, хотя площадки там очень небольшие, можно собрать не более 60. Но вот однако же еще и вокруг очень много народа было. И желающих и до сих пор попасть на наш спектакль. Вот уже этим летом мы собираем заявки. Но так как лето краткое, а спектакль должен существовать, и команда должна работать, и расставаться мы с ним не хотели, Мы создали вариант в зале, но не на сцене, а оставили вот эту стремительность, вот этот молодой бег, когда молодым людям, которым хочется любить, создавать, творить. Ну, в общем, нам хотелось составить вот такую сценографию. Мы решили, вот как раз у нас юбилейный год, 290 лет нашему городу, столице нашего края. И мы решили сделать такой подарок, выступление театра «Доминанта» для жителей Перми. Потому что, ну, не все смогут приехать, кто по времени, кто там, в силу разных обстоятельств. И вот идея родилась, сделать такой подарок, и мы договорились в фойе театра оперы и балета. Два дня будет представление. Вы знаете, у нас, ну, в целом было лето очень активное. Почему? Потому что Губаха стала культурной столицей Пермского края в 2012 году. И мы выиграли, в принципе, вообще это звание благодаря нашему базовому институту, театру «Доминанта». И вот с того времени, как мы выиграли, Любовь Федоровна возглавляла весь этот активный процесс. У нас «Тайна горы Крестовой», балет на закате, фестиваль малых театров. Значит, с Германии приехали, с Прибалтики приехали, с Белоруссии, с Украины. Это все надо видеть. Понимаете? Вы видели ваши впечатления? Я, к сожалению, видел не все буквально, но на записях видел несколько раз подряд впечатления замечательные. Сумасшедшие впечатления вообще от балета на закате. Это настолько красивое представление. И вы знаете, вот точно мы там не рассчитали количество людей, которые могут прийти. Значит, мы там предполагали, что 3000 человек, 4. А потом получилось, что мы должны были подготовиться. Примерно больше 8000 человек принимало участие. Вот эту историю мы хотим сохранить. Есть уже люди, желающие вообще как бы сохранить. Вы знаете, все-таки согласитесь, что все эти проекты, да, они безусловно красивы, но они требуют серьезных финансовых вложений, да. Как вы считаете, для чего нужно вкладывать сейчас культуру? Нет, значит, у нас есть точное понимание, что культура, если мы возьмем губаху нашу, да, почему мы вообще этим занимаемся? Вроде наше дело производить метанол, а не заниматься культурой. Но мы точно понимаем, что в отдельно взятом царстве или там государстве под названием Метафракс мы не построим солнечного счастливого города. Мы должны все объединяться, да. Для этого мы в свое время построили храм, построили мечеть в городе. А культура – это то, что делает людей как бы добрее. Через культуру мы должны создать взаимопонимание, создать ту ситуацию, чтобы люди наши почувствовали, что они живут в городе, где люди кроме работы еще куда-то могут пойти, да. Значит, прийти в нормальный театр. И вот восторг людей, вот, допустим, взять нашего финансового директора, у которого дочь занимается, значит, вот этими проектами, все это создает для нас понимание, что мы должны поддерживать культуру, должны объединять все эти наши проекты, чтобы создавать благоприятную ситуацию в городе. Что людей мы иначе не удержим. Еще бы хотелось мне о театре «Доминанта» поговорить. Удивительным для меня было то, что вырос этот театр из детской студии. Да, то есть был детский театр «Диалог» при Центре творчества, когда мы поняли, что мы уже выросли, и что нам тесно. Только в рамках появилось определенное количество выпускников, которые готовы стать педагогами в этом театре. То есть мы вот создавали «Доминанту», и сейчас мы существуем три в одном. То есть детский театр, любительский театр и небольшая профессиональная труппа. И это все дополняет друг друга, и одно без друг друга жить не может. И я считаю, что это как раз вот такая форма, такой формат, это способ вообще как бы существования театральной формы в малых городах. То есть 100 выпускников, 25 точно являются артистами, и обучаются, и пополнили штаты театров московских, это и МХАТ. И в школе-студии МХАТ на каждом курсе практически учатся по нашим воспитанникам. И это не главная задача. Главное – быть хорошим человеком, хорошим зрителем, и нести творческое начало в любом труде. То есть это же не обязательно заниматься театром. Как член общественного комитета попечителей города Перми, я знаю, что вы поддерживаете и другие театры, например, театр Умолста, да? Ну, если касаться общественного комитета попечителей города, значит, мы на одном из наших заседаний подняли вопрос о том состоянии, в котором находятся городские театры. Городские театры почему-то объезжены с точки зрения финансирования. Я понимаю, театр оперы и балета, он был, это наше богатство, наша гордость, и должны мы поддерживать. А театры городские, где их место в огромном городе? То есть поэтому мы пришли к тому, что надо поддерживать театры, и, значит, распределили среди членов комитета. Значит, я оказался в попечителях театра Умолста. Уже мы провели первое заседание, значит, в самом театре. Вы знаете, вот час по театру гуляли, и вот благодаря, опять понятно, как здесь Любовь Федоровна, личность, там, Федотов, руководитель, когда показывал, что, в каких они обстоятельствах существуют, и все это, значит, творят. И мы в этот момент, в театре шло представление, 100% зал был заполнен. Это было 3 часа дня. И в основном сидела молодежь. Вот ответ на ваш вопрос. Почему этим надо заниматься? Поддерживать, развивать. А как вы считаете, как политик, скажите мне, пожалуйста, с приходом нового человека в Министерство культуры, нового руководителя, изменится ли эта политика? Ну, начнем с того, что я там больше 10 лет знаком, значит, с министром нашим сегодняшним. Мы уже провели две встречи, есть полное понимание, там, по крайней мере, о том, что все это надо развивать. И я думаю, что тот тренд, который есть у нас, будет продолжаться и развиваться. Ну что ж, я желаю вам развития. Пусть действительно прекрасное нас окружает, пусть этого прекрасного будет много. И удачи всем нам. Спасибо. Спасибо.